2 августа 1976 года в первом часу ночи Присцилла Дэвис, бывшая жена техасского миллионера Калина Дэвиса, возвратилась в свой особняк вместе с новым возлюбленным. В прихожей ее встретил мужчина в черном. На его голове был женский парик, а его руки были обмотаны полиэтиленовыми пакетами. Он повернулся лицом к Присцилле и, сказав привет, выстрелил ей в грудь. Затем он расправился с ее возлюбленным, а после открыл стрельбу по друзьям ее старшей дочери, которые очень не вовремя подъехали к особняку. Мужчиной в черном был бывший муж Присциллы Каллен Дэвис. Казалось бы, все карты раскрыты и нет никакой интриги, но не торопитесь с выводами. Каллен Дэвис родился 22 сентября 1933 года в Форт Уэрте, штат Техас. Он был средним из трех сыновей нефтяника Кеннета Дэвиса, который невероятно разбогател, приобретя нефтепромысловые компании по бросовым ценам и объединив их в корпорацию. После окончания университета Каллен присоединился к семейному бизнесу, а в 1968 после смерти отца взял семейное дело под контроль вместе со своими двумя братьями. Под их руководством предприятие выросло с 300 миллионов долларов до миллиарда долларов продаж всего за 10 лет. В отличие от отца и старшего брата, живших довольно скромно, Каллен вел очень расточительный образ жизни. Он любил женщин, ему нравилось одаривать своих избранниц шикарными подарками и тратить баснословные суммы, путешествуя на личном самолете по самым дорогим курортам мира. В итоге средний брат по имени Билл подал на Калина в суд после того, как узнал, что его личные долги составили 16 миллионов долларов, которые он пытался покрыть за счет активов корпорации. Но Каллену повезло, судебный процесс закончился в его пользу. Вместе со старшим братом Кенном он выкупил долю Билла в бизнесе и на долгие годы их пути разошлись. В 1962 Каллен женился на девушке по имени Сандра Мастерс, но вскоре брак дал трещину. Сандра оказалась властной и самостоятельной, Каллен же ценил покладистость и покорность. Когда Дэвис, не совладав с эмоциями во время очередной ссоры ударил ее, Сандра немедленно подала на развод. Во время бракоразводного процесса Каллен повстречал Присциллу. Эффектная блондинка родилась 30 июля 1941 года в Дублине, штат Техас. Ее отец оставил мать, как только узнал, что та беременна. Когда Присцилле было 15, ее изнасиловали, а в 16 лет она вышла замуж за 24-летнего парня и вскоре родила первого ребенка, девочку по имени Ди. Как утверждала Присцилла, первый муж оказался мошенником, и вскоре она была вынуждена уйти от него с 6-месячным ребенком на руках. Десять месяцев спустя Присцилла вышла замуж за успешного автодилера Джека Уилборна и обосновалась с ним в Форт Уэрте, штат Техас. Уилборн был на 24 года старше. В браке с ним Присцилла родила еще у двоих детей, мальчика по имени Джек и девочку по имени Андреа. Вместе с новым мужем в жизнь Присциллы пришла любовь к достатку. Дела Джека шли неплохо. Он не был миллионером, однако мог позволить себе многое. Уилборн подвел Присциллу к высшему свету, однако все же войти в это общество ему было не по карману. Присцилла могла посетить бейсбольный матч, заняв на стадионе места неподалеку от миллионеров. Могла попасть в закрытый гольф-клуб или на теннисный корт и сыграть партию с парой из высшего общества. На теннисном корте и состоялось ее знакомство с Калленом Дэвисом. Присмотревшись к эффектной блондинке, Каллен Дэвис пригласил ее на обед за свой личный столик. Ему не составило большого труда влюбить в себя Присциллу. Каллен Дэвис, безусловно, привлек ее как мужчина, однако его большие деньги имели огромное значение. Джеку Уилборну бросилась в глаза перемена в поведении молодой супруги, и он начал подозревать измену. Чтобы подтвердить свои догадки, а заодно получить неоспоримые доказательства, Уилборн нанял частных детективов. Отношения Каллена с новой любовницей с самого начала складывались непросто. Уже начав встречаться с Присциллой, он вдруг внезапно исчез. А когда она наконец смогла найти его, на вопрос, в чем дело, Дэвис ответил, что пытается помириться со своей женой Сандрой и живет сейчас с ней в своем доме. Присцилла пожелала ему удачи, а на предложение поужинать ответила категорическим отказом. Несколько недель спустя попытка примирения с женой потерпела неудачу, и Каллен снова поселился в отеле. После рождественской вечеринки он позвонил Присцилле и позвал ее замуж. Всю следующую неделю Каллен и Присцилла провели вакапулько, а вернувшись из поездки, уединились в отеле Green Oaks. Однажды вечером дверь в их номер с грохотом распахнулась, и в помещение влетело несколько шашек со слезоточивым газом. В номер ворвались люди с мощными фонариками и фотоаппаратами в руках. Это были частные детективы, нанятые Джеком Уилборном. Один из них потом рассказывал, что вошел в номер первым и увидел Каллена с Присциллой, лежащих на кровати. Женщина была полностью обнажена. Она сказала какую-то грубость и убежала в ванну, но детектив успел сделать компрометирующие снимки. Спустя несколько дней страсти улеглись. Каллен Дэвис посетил Уилборна и заключил с ним сделку. Муж оставляет в покое Присциллу и дает ей развод. Она же, в свою очередь, дает ему опеку над детьми. Дело было улажено. Стоит отметить, что даже после всего этого Джек Уилборн продолжал говорить, что его бывшая жена была щедрой до крайности, очень открытой и абсолютно неприхотливой. Если Присцилла стала твоим другом, то друга лучше, чем она, ты уже никогда не найдешь. Каллен Дэвис и Присцилла поженились в 68-м году. Поначалу все было идеально. Молодожены вели себя как два влюбленных подростка. Они прекрасно дополняли друг друга. Присцилла была очень яркой и ее часто называли женщиной фейерверк. Более сдержанный Каллен превратил ее в женщину-витрину. Ему нравилось украшать жену и смотреть, как на нее глазеют окружающие. Присцилла сделала пластику груди, и это придало ее фигуре особое строение и шарм. Супруги вели нескромную жизнь, и вокруг них стали распространяться самые разнообразные слухи. Репортеры распускали сплетни о невероятных оргиях, о том, что их снимали на пленку через прозрачные зеркала, вмонтированные в стены и потолок огромного особняка. Присцилла опровергала все это, но при этом продолжала дразнить публику, появляясь на людях в экзотически откровенных нарядах. Каллену все это безумно нравилось. Как говорил один из его друзей, не думаю, что Каллен слишком сильно любит женщин, скорее его больше привлекает шоу. Он не любил, когда Присцилла говорила о чем-то серьезном и важном, и считал, что у нее нет мозгов. Он часто шел на пару шагов позади нее, чтобы просто посмотреть, какое впечатление она производит на других мужчин. Денег Каллен Дэвис не жалел. Он увлекся коллекционированием предметов искусства, скупая без разбора все подряд. Это богатство потом переместится в особняк, строительством которого Каллен занимался последние три года. Усадьба стоимостью почти в 4 миллиона долларов разместилась на 75 гектарах земли в западном форт Уэрте. 4 миллиона долларов в пересчете на наши деньги – это примерно 20 миллионов долларов. Однако переезд в Дом мечты совпал с началом проблем. Репортеры светской хроники не ошиблись за подозрив, что в безупречном фасаде благополучного брака образовалась трещина, которая становилась с каждым днем все глубже и глубже. Как и следовало ожидать, Каллену стало досаждать навязчивое внимание к его жене. Иногда ему казалось, что окружающие начинают воспринимать его не как солидного мужчину, а просто как приложение к роскошной пресцилле. Каллен стал поднимать на нее руку. Он дважды ломал жене нос и один раз ключицу. В 72-м в отеле Палм Спрингс проходила вечеринка, на которой Каллен пригласил потанцевать какую-то даму. Пресцилла заметила их откровенный флирт, вспылила и демонстративно покинула зал. Каллен ворвался в ее гостиничный номер и сильно избил. Пресцилла потеряла сознание и упала на пол, а муж продолжал бить ее ногами до тех пор, пока не выбился из сил. После этого случая Пресцилле пришлось долго восстанавливаться на зимнем курорте и продолжительное время ходить на костылях. Старшая дочь Пресциллы, Ди Дэвис, говорила, что однажды Каллен ударил ее так сильно, что в моче появилась кровь. Она называла его жестоким и утверждала, что он убил домашнего котенка, с силой швырнув его об пол. Эти истории были очень похожи на те, что рассказывала первая жена Каллена Дэвиса. Некоторое время семья кое-как удерживалась на плаву, но в 1974 году Пресцилла все же подала на развод. В течение нескольких следующих месяцев они встречались несколько раз. Иногда создавалось впечатление, что примирение не исключено. Пресцилла навещала Каллена в его номере в отеле и в один из визитов между ними даже вновь произошло сближение. Но это ничего не значило. Пресцилла познакомилась с бывшим баскетболистом Стэном Фаром. В середине 60-х Стэн Фар показывал неплохие результаты в баскетболе и даже получил некоторую известность. После окончания спортивной карьеры он перепробовал множество занятий и на момент знакомства с Пресциллой занимал должность менеджера ковбойского клуба, параллельно занимаясь земельным бизнесом. Пресцилла говорила о своих отношениях со Стэном следующее. Он позволил мне быть самой собой. Я была взрослой всю жизнь и теперь я могу наконец побыть ребенком. Их отношения развивались стремительно. Пара уже начала говорить о браке и присматривать землю для строительства дома. Пресцилла никогда не думала, что сохранит особняк Каллена. Я никогда не планировала снять с него последнюю рубашку. Я даже не собиралась взять его пуговицу. Однако летом 76-го роскошная блондинка все еще жила в особняке вместе со Стэном Фаром, а тем временем бракоразводный процесс становился все ожесточеннее и ожесточеннее. Судья Джо Эдсон приказал Каллену съехать из особняка и постановил выплачивать Пресцилле 3,5 тысячи долларов в месяц. 2 августа 76-го года он увеличил выплаты до 5 тысяч долларов в месяц и приказал дать Пресцилле дополнительно 27 тысяч долларов для оплаты накопленных счетов и еще 25 тысяч долларов для покрытия юридических расходов. Примерно в этот период у Пресциллы появились дурные предчувствия. Я поймала себя на мысли, что Каллен либо покончит со всеми нами, либо с собой. В особняке была установлена современная сигнализация и на некоторое время были наняты охранники, которые контролировали входные двери особняка и патрулировали территорию. Опасалась она не зря. Каллен был избешен тем, что Пресцилла жила в его особняке со своим новым мужчиной. В понедельник 2 августа 1976 года Пресцилла и Стэн Фарр отправились на ужин с друзьями в загородный ресторан, а затем в клуб. После полуночи пара вернулась в особняк. Пресцилла, не заметившая привычного мерцания огоньков сигнализации, очень обеспокоилась. Она открыла дверь и зажгла свет в прихожей. Стэн сразу направился в комнату наверху, а Пресцилла решила зайти в кухню. По пути она обратила внимание на странное бурое пятно и брызги на полу. Эти следы вели к внутренней двери в гараж. Она решила позвать Стэна, но не успев выкрикнуть его имя, увидела перед собой фигуру человека, одетого во все черное. В его руках был пистолет. Незнакомец громко сказал привет, а Пресцилла, не успев опомниться, получила пулю в грудь. Услышав шум, Стэн побежал вниз. Мужчина в черном захлопнул перед ним дверь и, когда фар начал колотить в нее, сделал несколько выстрелов. По ту сторону двери раздался крик. Однако раненый Стэн все же сумел распахнуть дверь и попытался схватить нападавшего. Мужчина в черном отстранился от фара и произвел еще один выстрел в упор. Когда незваный гость принялся оттаскивать бездыханное тело Стэна фара в сторону, Пресцилла попыталась сбежать. Она успела выскочить из дома, но на подъездной дорожке мужчина настиг ее. Пресцилла сказала, «Калин, я люблю тебя. Я никогда никого не любила, кроме тебя. Пожалуйста, давай поговорим». Неожиданно мужчина в черном спокойно сказал «Пойдем». И, схватив ее за руку, потянул обратно в дом. По пути Пресцилла сказала, что он делает ей больно. И мужчина деликатно ослабил хватку. В прихожей он отпустил ее и снова вернулся на кухню. Он хотел закончить с телом Стэна. В это время на подъездной дорожке раздался звук автомобильного мотора. Это приехали подруга старшей дочери Пресциллы, Беверли Бас и ее друг Гас Гаврилл. Нападавший отвлекся на них, а Пресцилла нашла в себе силы, чтобы снова сбежать. Она выскочила из дома и, продираясь через кусты, помчалась прочь. За спиной она слышала голоса и новые выстрелы. Женщина молилась о том, чтобы в приехавшей машине не было никого из ее детей. Она прибежала к соседскому дому и принялась колотить в дверь. Сосед не открыл ей, но сообщил, что вызвал скорую помощь и полицию. Все время до приезда полиции Пресцилла оставалась на улице, прячась в кустах и прислушиваясь к звукам. Когда наконец прибыла помощь, женщина не только оставалась в сознании, но и говорила настолько рассудительно, что полицейские медики поначалу даже не заметили ее ранения. Те бурые пятна, которые она видела на полу, оказались кровью ее 12-летней дочери Андрея. Под дулом пистолета мужчина в черном отвел девочку в гараж, поставил на колени и хладнокровно застрелил. Получили пулю Стэнфар и Гас Гаврилл. Стэнфар скончался на месте. Гаврилл остался парализованным на всю жизнь. Выстрел повредил его позвоночник. Его подружке Беверли Басс фигура мужчины показалась знакомой. Она спросила, «Каллен, это ты?», но в ответ человек начал стрелять. И, к счастью, девушке удалось убежать. Согласно показаниям свидетелей, Каллен Дэвис узнал, что его разыскивают власти ранним утром, когда ему позвонил брат Кен. Каллен лежал в постели своей новой подружки, Карен Мастерс. Через несколько часов после этого разговора полиция окружила дом Карен Мастерс. Сопротивление не последовало. Дэвису дали время на то, чтобы он оделся, и, не сковывая наручниками, отправили в полицейский участок. Прокуратура настаивала, что сумма для освобождения под залог должна составить не меньше 80 тысяч долларов. Каллен выписал 4 банковских чека, и менее чем через 18 часов его уже видели играющим в бильярд в одном из клубов города. Через несколько дней Каллен Дэвису пришлось вернуться в тюрьму, так как закрепленный за ним следователь окружной прокуратуры сообщил, что наблюдает своего подопечного, который направляется к ангару, где стоит его личный самолет. Дэвис пояснил, что собирается вылететь в Хьюстон, однако было установлено, что баки его самолета были заправлены топливом в количестве, достаточном для того, чтобы преодолеть расстояние в 2500 миль. Суд решил, что Каллен Дэвис нарушил условия освобождения под залог. Вскоре наконец начался суд. На второй день слушаний в зале появилась пресс-цилла в инвалидном кресле. Все присутствующие отметили, что она уделила много внимания своей внешности. Она выглядела хрупкой и беззащитной, но с хорошей прической и в платье, подчеркивающем фигуру. Многие считали, что исход дела был предрешен, ведь сразу несколько человек указывали на то, что мужчиной, устроившим стрельбу в особняке, был Каллен Дэвис. Но при ближайшем рассмотрении все оказалось не так просто, и защите было за что ухватиться. Не было найдено никаких материальных улик, которые могли бы связать Каллена Дэвиса с преступлением. Орудия так и не нашли, отпечатков пальцев и следов автомобильных шин тоже. Не было обнаружено ни окровавленной одежды, ни парика. Не имея вещественных доказательств, обвинение могло полагаться только на показания свидетелей, а по большому счету одного свидетеля – пресс-циллы Дэвис. Гас Гаврил сообщил, что стрелявшим был Каллен. Однако во время перекрестного допроса выяснилось, что знакомы они не были. Гас счел, что преступник Дэвис только потому, что его спутница Беверли в какой-то момент выкрикнула его имя. Адвокат Каллена Дэвиса приложил максимум усилий, чтобы у присяжных остались вопросы в определении мотивов его подзащитного. Решение суда об увеличении выплат пресс-цилле при разводе было для него необременительным. Чувство ревности? Вряд ли. Каллен согласился на развод и финансовые выплаты, и кроме того, он уже завел новые отношения с Карен Мастерс и даже намеревался сделать ей предложение. Таким же образом, адвокат пытался объяснить ей убийство дочери пресс-циллы. Он настаивал на том, что у Каллена Дэвиса не было ни одной причины расправляться с Андреа. Она была спокойным, прекрасным ребенком, и если уж кто и была способна вывести Каллена из себя и спровоцировать, так это старшая дочь пресс-циллы по имени Ди. Сторона обвинения основывалась на том, что Каллен, решивший расправиться с пресс-циллой и ее любовником Стэном Фаром, не рассчитывал застать в особняке Андрею. Она невольно превратилась в помеху для реализации его плана. Также высказывалось предположение, что в состоянии крайнего нервного напряжения Каллен принял ее за пресс-циллу. Однако эта версия была отвергнута, так как девочка была застрелена не случайно. Ее отвели в гараж, поставили на колени и расстреляли в упор. Напоминаю, что речь идет о 12-летнем ребенке. Поворотным моментом процесса стало пополнение в команды защиты Каллена Дэвиса. Его новым адвокатом стал знаменитый техасский юрист Ричард Хейнс, слава которого распространилась далеко за пределы штата. Он был самым высокооплачиваемым адвокатом в стране в середине 70-х годов. Ричард Хейнс принимал участие в двух других делах, о которых я уже рассказывала на своем канале. Это история очаровательной преступницы Морганы Робертс и резонансное дело об отравлении дочери-миллионера. Ссылки на ролики я оставлю в закрепленном комментарии под этим видео. Хейнс использовал свой излюбленный способ. Он знал, что для того, чтобы дискредитировать обвинения и вызвать сомнения у присяжных, необходимо предложить альтернативную версию происшедшего. Еще до начала своей работы в суде Хейнс высказал репортерам свои предположения. Он выдвинул версию о том, что нападение на особняк могло произойти потому, что в нем торговали запрещенными веществами. Хейнс вспомнил укоренившееся в обществе мнение об образе жизни Пресцилла и Калина. Их считали парой, пребывающей в свободных отношениях. В особняке постоянно устраивались вечеринки и оргии, на которых алкоголь лился рекой и, конечно, присутствовали наркотики. Хейнс говорил, что особняк Дэвисов стал центром торговли веществами и обслуживал представителей местной элиты. Адвокат утверждал, что следствие поймало не того. Вместо Калина Дэвиса, мотивы которого сомнительны, детективам следовало бы поискать настоящего убийцу среди представителей наркобизнеса. Ричард Хейнс приложил максимум усилий, чтобы Пресцилла не смогла завоевать сердца присяжных. После ранения она принимала обезболивающие таблетки, и ее ответы на вопросы в суде не всегда были быстрыми и четкими. Хейнс изобразил ее пьяницей, наркоманкой и транжирой. И к тому времени, когда Ричард Хейнс закончил рассказывать свою версию, присяжные уже и забыли о бедной малышке Андрея. Новая девушка Калина, Карен Мастерс, рассказала, что во время происшествия в особняке подозреваемый находился с ней. Слова «приличный Карен» вызвали у присяжных больше доверия, нежели показания дрянной Пресциллы. Видимо, для того, чтобы стать женой миллионера и получить высокий социальный статус, Карен была готова закрыть глаза на убийство ни в чем не повинной девочке. Действуя в соответствии с указаниями Хейнса, Кален Дэвис вел себя спокойно и собрано. Пресцилла не смогла выбрать правильную линию поведения. Вместо того, чтобы попытаться объяснить, почему пьет таблетки, она пыталась скрыть, что принимает какие-либо препараты. И это добавило очков версии Ричарда Хейнса. Обвинение понимало, что борьба за осуждение Калина Дэвиса не будет легкой и по другой причине. Около него вырос целый фан-клуб. Восхищенные красавцем миллионером женщины приходили в зал суда, чтобы попросить у него автограф. Если версия события, изложенная Пресциллой, оставалась незыблемой, то защита всегда придумывала драматические и нелепые истории, чтобы отвлечь присяжных и сплотить против Пресцилла общественное мнение. В заключительном слове Ричард Хейнс заявил, что все обвинения против его клиента основаны только на показаниях Пресциллы. И если она лгала о запрещенных веществах, то о чем еще она могла бы соврать? Она просто воспользовалась случаем и подставила Калина, чтобы дальше продолжать транжирить его миллионы. 17 ноября 1977 года, после четырехмесячного изнурительного процесса суд над Каллином Дэвисом завершился. Присяжным понадобилось четыре часа, чтобы вынести вердикт. Невиновен. Каллин отпраздновал это событие в популярном заведении города. Выпивка текла рекой, а на сцене один за другим выступали с горячими поздравлениями сторонники Дэвиса. Примечателен тот факт, что кроме множества восторженных поклонниц Калина и представителей СМИ, на сцену поднимался судья, а также некоторые присяжные и судебные приставы. Много лет спустя выяснилось, что отец Карен Мастерс выступил посредником в подкупе следователя прокуратуры. Целью было узнать информацию о стратегии обвинения. Следователь получил 25 тысяч долларов наличными. Примерно 110 тысяч долларов в пересчете по нынешнему курсу. Тем временем процесс развода Калина и Пресцилла не прекращался. Судья Джо Эдсон несколько раз принимал решение в пользу Пресциллы, повышая сумму причитающихся ей выплат. Каллен, которому сумма стала представляться угрожающей, решил устранить проблему. Он связался со своим деловым партнером по имени Дэвид Макрори и заказал убийство судьи Эдсона, а заодно Пресциллы и ее старшей дочери Ди. Каллен Дэвис не учел только одного. Макрори не собирался рисковать и немедленно связался с ФБР. Вместе с агентами он записал свои дальнейшие переговоры с Дэвисом на аудиопленку и зафиксировал передачу денег. Агенты ФБР разыграли спецоперацию для разоблачения Дэвиса. Они вошли в контакт с судьей Эдсоном и уговорили его помочь. Измазанного бутафорской кровью Эдсона поместили в багажник автомобиля и сделали несколько фотоснимков, которые должны были продемонстрировать Дэвису, что его заказ выполнен. Увидев эти фотографии, Каллен решил, что проблема устранена. Отдал деньги, после чего был немедленно задержан по обвинению в организации заказного убийства. На этот раз следствие располагало фото и видео доказательствами. Казалось бы, все ясно и исход дела предрешен. Но за дело снова взялся Ричард Хейнс. На этот раз его услуги обошлись Каллену Дэвиса в 2 миллиона долларов. Это примерно 9 миллионов долларов в пересчете по нынешнему курсу. В октябре 1979 года начался судебный процесс, и Дэвис снова принялся раздавать автографы своим фанаткам. А прокуроры тем временем получали от этих фанаток письма ненависти и угрозы. Представители обвинения караулили у входа в здание суда, их освистывали и оплевывали. Получив слово, Каллен рассказал на суде удивительную историю. Оказывается, он участвовал в секретной операции совместно с ФБР. Якобы агенты вышли на него сами и попросили подыграть Дэвиду Макроре, который был плохим парнем и которого во что бы то ни стало нужно было взять с поличным. Разумеется, эту версию сочинил Ричард Хейнс. Присяжные, вместо того, чтобы рассмеяться в лицо Каллену Дэвису, внимательно слушали эту историю и кивали головами. Представители ФБР, разумеется, опровергли свою связь с Калленом. Но Хейнс не растерялся и тут же скорректировал свою версию. И снова во всем была виновата Присцилла. Согласно усовершенствованной теории адвоката, Присцилла вступила в заговор с Макрори, чтобы подставить Дэвиса. Макрори сделал ложное заявление в ФБР о том, что Каллен Дэвис заказал ему убийство судьи, Присциллы и ее старшей дочери. ФБР начала свою операцию против Дэвиса, а тот решил подыграть им, чтобы вывести на чистую воду Макрори. Наконец, состоялось судебное заседание, на котором присяжные должны были огласить вердикт. На этот раз они совещались два с половиной дня, и это обнадеживало. Известно негласное правило, если присяжные совещаются недолго, скорее всего, последует оправдательный вердикт. Когда же они обсуждают решение несколько дней, подсудимому, скорее всего, не сдобровать. Но в этот раз присяжные не смогли прийти к общему мнению. Восемь из них были готовы оправдать Дэвиса, и только четыре выступили за его виновность. Процесс был признан несостоявшимся, и 9 февраля 1979 года Каллен Дэвис вышел из здания суда, сел в свой лимузин и уехал. На третьем суде гвоздем программы Ричарда Хейнса стал уважаемый эксперт в области лингвистики, которому удалось уверить присяжных, что на всех аудиозаписях переговоров Макрори профессионально манипулировал Калленом Дэвисом, чтобы ввести его в заблуждение и заманить в ловушку. И снова финальным аккордом стало выступление Хейнса. Он заявил, что Пресцилла придумала весь этот план, чтобы подставить своего бывшего мужа. План Ричарда Хейнса сработал, и Каллен Дэвис снова был оправдан. Судья Эдсон, который в деле о разводе Дэвисов благоволил Пресцилле, испугавшись за свою безопасность, подал в отставку. А новый судья принял решение, не слишком обременительное для Калина. Он получил обратно свой особняк вместе со всем содержимым и должен был выплатить Пресцилле 3,5 миллиона долларов, вместо 100 миллионов, на которые та могла претендовать. Пресцилла сдалась и больше не связывалась с Калленом. Вскоре после суда у нее завязались романтические отношения с Джеком Стриклендом, обвинителем, который вел дело против Калина Дэвиса. Пара планировала пожениться, но новость просочилась в СМИ и вызвала бурю негодования у общественности. Свадьба была отменена. Пресцилла переехала в Даллас. Она прожила на деньги, полученные при разводе несколько лет, но средства быстро испарились. Позже на ее плечи легло воспитание внучки, в то время как ее наркозависимая дочь Ди угодила в тюрьму. Сын Пресциллы также страдал от наркотической зависимости. Его нашли мертвым на скамейке одного из скверов Форт Уэрта. Страдающая алкоголизмом Пресцилла переехала в однокомнатную квартиру в Далласе в 1991 году. Она умерла от рака молочной железы в феврале 2001 года в возрасте 59 лет. Сегодня с ее старшей дочерью Ди все хорошо. Она навела порядок в своей жизни и с огромной любовью вспоминает мать. Ди Дэвис говорит, что хотя ее мать считала Калина виновным в убийстве Андрея, она также считала ответственной из себя. Она винила себя за то, что оставила ее одну. Она винила себя за то, что привела Калина в нашу жизнь. И она без конца горевала, горевала и горевала. Ей никогда не становилось легче. Я хочу, чтобы мою маму запомнили как очень доброго, внимательного и добросердечного человека. Калин Дэвис достиг внесудебного соглашения с оставшимся на всю жизнь парализованным Гассом Геверлом. В обмен на сумму, которую публично не озвучили, Гасс отказывался от дальнейших судебных исков и от свидетельства против Калина Дэвиса в любых возможных судебных процессах против него. В 1986 году Калин Дэвис заявил о своем личном банкротстве, его долги составляли 230 миллионов долларов. Бывший миллионер ударился в религию, став проповедником Евангелия. Своего последнего миллиона Калин лишился, когда далласский евангелист Джеймс Робинсон убедил его избавиться от антикварной коллекции башков, выполненных из нефрита, слоновой кости и золота. Робинсон уверил Калина, что эти предметы являются идолами и обязательно должны быть уничтожены. Причем именно уничтожены, а не проданы. Калин вооружился молотком и разбил всю коллекцию, после чего утопил осколки в озере. Под влиянием Робинсона Калин стал активным прихожанином Первой Баптистской церкви, а потом и сам стал проповедовать. Некогда один из богатейших людей Америки жил в скромном доме с женой и детьми. Дэвис стал семейным человеком и проявил неожиданную привязанность к своей жене Карен Мастерс. Он усыновил ее детей и стал отцом двух собственных. Калин Дэвис проводил Карен в последний путь в 2016 году. Адвокат Ричард Хейнс умер в апреле 2017 года. Бывший особняк Калина Дэвиса в настоящее время является местом проведения светских мероприятий и свадебных торжеств. Сейчас Калин Дэвис жив, ему 88 лет. Он энергичен, здоров и продолжает проповедовать Евангелие где-то в Техасе.